Друзья, совсем недавно закончился чемпионат мира по фигурному катанию. Мы продолжаем чествовать наших чемпионов. Сегодня у нас в гостях чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России, очаровательная и хрупкая фигуристка Анна Щербакова. Доброе утро, Анна! Аня, мы с удовольствием поздравляем тебя. Ты настоящий герой, ты гордость фигурного катания нашей страны. Эти цветы тебе. Да, спасибо большое. Ты очень красивая, ты потрясающая. Аня недавно исполнилась 17 лет. Ты отмечала это событие как-то? Как-то чемпионат мира затмил мой день рождения, да, потому что он был у меня в первый раз, и день рождения уже 17-й. Да и здесь уже 17-й, можно уже и... Слушай, ну вот ты хоть позволила, что-то, не знаю, сладкое. Есть какая-то вообще слабость? Тортик, мороженое. Я стараюсь себя в этом совсем не отказывать, чтобы не было такого желания сорваться, так что иногда по чуть-чуть можно, да. То есть запретную еду ешь. Ладно, давай про самое интересное, потому что мы с Тимуром никогда не были чемпионате мира по фигурному катанию, и уж тем более никогда не были на льду. Слушай, это вот страшно, руки трясутся от напряжения, от ответственности, от всего. И как это преодолевать? Как мне это приятное такое волнение, которое... ты его ждешь. То есть соревнования — это такой небольшой праздник. Конечно, прям перед самим прокатом нервы, но ради этого мы и работаем, чтобы все это показать в этот ответственный момент. Так что я в целом очень люблю соревнования, эту поездку, в целом очень приятные моменты. А родители с тобой ездят, признавайся? Обычно ездят со мной мамы на все соревнования, иногда и папы, но сейчас из-за карантина очень строгие правила, поэтому я одна езжу на соревнованиях. То есть маму в Стоколе не увидела. Да, я ее тоже не увидела. Не увидела, но аэропорт красивый, да? Хотя... Коток, в принципе, тоже. Хотя, внимание, каждое утро в 4 утра мама Ани возила все детство ее на тренировки. Мама-герой, да. Отдельное уважение маме. Вот, да, от меня тоже, мамы, держитесь. Скажи, пожалуйста, Аня, есть какой-то у тебя твой личный секрет? Только нам никого не... Как ты настраиваешься, как ты готовишься? Что вот была такая одна спортсменка, и есть, которая накрывалась одеялом, чтобы ее ничто не смущало. Я знаю, что кто-то там затыкает уши, да, чтобы не слышать оценки предыдущих выступавших. Я тоже иногда так делаю, чтобы... Вы выступающим или себе? Чтобы не отвлекаться, когда я слышу, когда произносила оценки другим спортсменам, иногда стараюсь или сама отключаюсь и ничего не слышу, а если вдруг понимаю, что слышу, то иногда так массирую уши, чтобы отвлечься, как-то не слышать. Вот, но в целом стараюсь спокойно подходить к старту, чтобы лишних нервов не было. А как ты настраиваешься? Может, музыку слушать или что-то, я не знаю. Да, иногда слушаю музыку, но это все, опять же, чтобы отвлечься, вот. А есть какой-то амбирек или амулет, вот? Такого нет, мне кажется, что самое главное, что поможет выступать, это хорошие тренировки, поэтому... Да что, давайте! А я думала, можно так вот это. А я тут умру. Да, Иван, значит, это самое главное. А я думаю, что делать с животом? Аберект или с ман? Нет, оказывается, тренировки. Хорошо, тренировки. Вот он секрет. Слушай, а скажи, пожалуйста, ну вот чем тебя порадовать, что тебе подарить? Потому что все твои поклонники, которые восхищены твоим невероятным танцем, исполнением на духу, хотят что-нибудь сделать приятное. Что подарить? Ну машину, квартиру, понятно. Хотелось бы, да. Флюшевую мишку, собачку, канарейку. А я как раз хотела сказать, что для меня награды на соревнованиях, это самый главный подарок, так что... Вот только что! Ты заняла первое место в программе «Доброе утро», у тебя уже есть золотая медаль чемпионата мира, три золотые медали чемпионатов России, правильно? Что-то я забыла? Или еще что-то? Это самое главное. Самое главное. И теперь у тебя есть золотая медаль «Доброго утра». Знаешь, чем она особенная? Ее можно съесть. Там шоколад внутри. Такая только у тебя и у Александра Пашутина. Спасибо. Все. Ну что ж, мы поздравляем еще раз. Да, кстати, расскажи о ближайшем... Да, уже завтра я буду выступать на шоу в Москве в Мегаспорте, шоу чемпионов. Там будут все призеры, победители. Чемпионы на льду, призеры-победители чемпионата мира, также из нашей группы Этери Георгиевны будут все выступать, так что... Это здорово. А вы дома улетите в Японию? Да, после этого я уже полечу на командный чемпионат мира в Японии. Это уже, мне кажется, такое что-то между соревнованием и шоу. То есть мы будем катать наши сложные соревновательные программы, при этом в удовольствие. Спасибо огромное! Спасибо огромное! Спасибо большое и успехов!